они сражаются сражаются кладут там тысячи трупов там трупами все завалено они их не убирают там штабелями трупы лежат под банком тупая вот такая атака это напоминает советские тупые атаки с винтовочками трех линейками на танки немецкие а здесь просто просто идиотизм на уровне среднего звена командного на что им выдавали за оружие какое мы давали обмундирование дают еще образца второй мировой войны автоматы каким 40-х 50-х годов там шинили это отбитое зверьё деграданты которые вот вот он сидит у себя там в халупе без туалета без стиральной машины и вот ему скажут россию обижают фашисты фашисты хотят на нас напасть и он сука встает пьяный в говне весь но он встает и идет россия сегодня осуществляет геноцид украинского народа я настаиваю на этой формулировке это геноцид украинского народа потом когда убивают русских захватчиков которые пришли убить нас мне радостно нихер сюда лезть на украинскую территорию мышь по мне лезли вы пришли сюда вы тут получите смерть будете дохнуть как мухи по моим данным 5 числа 5 января в россии закроют границы объявят мобилизацию еще одну новую у меня есть ощущение что там с ядерным оружием полная жопа они для отчетности рассказывали что у них есть это ядерное оружие мне кажется там уже нихрена нет но с бахмутом ничего не получается не получится уже атаки уже меньше чем были был от настоящий там но поскольку наши хаймарсы хорошо трощать склады с вооружением то им не чем у них не хватает оружия мы будем атаковать ракетами и дронами и сибирь и урал и когда что-то говорю я думаю головой не жопой я знаю что я говорю поверьте мне в этом скоро все это увидеть мы получим и бомбардировщики f16 истребители и атакамсы получим неименуемо получим атакамс и получим мы а что еще нас танки интересуют бронетранспортеры получим я думаю что получим все если бы сша и запад не дали бы нам оружие нашей страны не было бы в первые пару месяцев войны друзья добрый день вот такая у нас обстановка видите света нет опять спасибо нашим русским кавычках братьям чтобы они горели в аду я надеюсь что мы победим врага уже в этом году чем скорее тем лучше конечно найти путин патологически врун он если не врет он не дышит и наоборот но это тотальная цензура в россии книги они тоже будут жечь я думаю если еще не сожгли мально они приняли варварские законы только слова скажи против царя или против войны или против чего-то в тюрьму пойдешь что схватка за власть в россии все равно будет она неминуема и победить может тот у кого в распоряжении есть частная армия сегодня необходимо изгнать россию из совета безопасности организации объединенных наций нехер ей там делать в совете безопасности на они сами примитивные скоты я бы вот честно говоря всех украинцев граждан украины которые заняли сторону врага или помогают врагу или выступают против украины вот все кто так себя повели по отношению к своей стране я бы всех лишил гражданства нам не нужны такие граждане